Вопрос, что касается вот этого теракта, который в Крокус-Сити, здесь, ну, собственно говоря, несколько основных версий, и либо эта версия связана с провалом спецслужб, либо, наоборот, с успехом спецслужб, которые, собственно говоря, то есть, короче говоря, кто это все сделал? Чьими руками? Кто? Кто задумал? Кто спланировал? Кто поспособствовал? Вообще все, что связано с этим, ваша трактовка, ваш анализ. Прошу вас. Ну, наверное, еще рано делать выводы, потому что информации очень мало, времени прошло очень мало, последствия теракта, а это один из самых главных моментов, неясны. Я объясню, что я имею в виду подпоследствиями теракта. Вот, допустим, после терактов, предшествующих Первой Чеченской войне в 1994 году в Москве, началась Первая Чеченская война. После сентябрьских терактов 1999 года началась Вторая Чеченская война. Соответственно, это дает нам основания считать, что и в первом, и во втором случае теракты организовывались для того, чтобы создать предлог для начала военных действий против Чеченской республики. Сейчас прошло очень мало времени, поэтому последствия еще не ясны. Например, если российский парламент на следующей неделе или в ближайшие какие-то недели издаст закон или внесет предложение об отмене смертной казни в Российской Федерации и введет смертную казнь за терроризм. Соответственно, у нас появится основание считать, что этот теракт организован спецслужбами в Российской Федерации для того, чтобы под предлогом, из-за последствий, связанных с этим терактом, ввести смертную казнь в Российской Федерации. Ну, это как бы такой красочный пример того, как последствия могут указывать на организаторов теракта. Сейчас у нас информации очень мало. Нам, конечно же, необходимо знать, сколько человек участвовало в этом теракте, какой они были национальности или какого вероисповедания. Это, тем не менее, важно. Конечно, хотелось бы понять, каким образом американцы узнали о том, что этот теракт будет организован. Потому что сейчас уже понятно, что несмотря на заявление Путина о том, что эти предупреждения были провокацией для дестабилизации ситуации в Российской Федерации, понятно, что это были честные предупреждения американцев своим гражданам о том, что в Москве будет совершен теракт. И важно понять, получили американцы эту информацию, например, через какие-то прослушки, ну, например, ИГИЛа, да, как мы на данный момент предполагаем. Или же, наоборот, эта информация пришла к американцам из ФСБ. Или, например, из ФСБ сообщили Соединенным Штатам, что в ФСБ есть информация о том, что западные спецслужбы готовят теракт, который произойдет в Москве. И тогда, соответственно, американское руководство поняло, что в Москве будет проведен теракт спецслужбами Российской Федерации. Потому как понятно, что западные спецслужбы никаких терактов в России не готовят. И американцы предупредили своих граждан, ну, а затем уже все союзники предупредили своих. Поэтому вот эта информация, которая теоретически может появиться, нам ее не хватает. Если это ИГИЛ, то, прямо скажем, этот теракт несколько не похожий на то, как ИГИЛ обычно проводил теракты. Потому что обычно это смертники, обычно это бомбы или заминированные машины, да. А не отдельно взятые террористы, которые при этом пытаются уйти с места преступления. Ну и даже, по некоторым предположениям, выехать за границу, скрыться за границей. Я не эксперт в вопросах терроризма в буквальном смысле. Но мне показалось, что террористы были не слишком хорошо подготовлены, как террористы. Это с одной стороны. С другой стороны, поскольку все-таки мы говорим о здании, которое находилось под Москвой, да, и о здании, которое достаточно большое и сложное, мне трудно предположить, что этот теракт проводился силами террористов, приехавших из-за границы, да, как, собственно, заявило пока российское руководство, что у всех задержанных и подозреваемых иностранные паспорта. Ну, они иностранные, там, может быть, относительно, в том смысле, что это, может быть, бывшие республики Советского Союза, но тем не менее. Силами только вот из-за границы, да, организовать такой теракт невозможно. Этот теракт организовывали, безусловно, люди, находящиеся в Москве и хорошо знавшие, по крайней мере, это здание. Поэтому вопросов очень много. Выводы, конечно, однозначно и делать очень-очень рано. Спасибо. Ну, я так понимаю, что одна из линий вашего дальнейшего расследования и принятия окончательной версии – это ищи, кому выгодно. И на сегодняшний момент мы видим уже, что бенефициаром этого теракта, безусловно, стал Путин и путинский режим, потому что уже сейчас очень многие говорят о необходимости вернуть смертную казнь. И об этом говорят целый ряд депутатов Государственной Думы, что уже произошло. И причем говорят об этом, ну, в частности, одно дело, когда там какой-нибудь маргинал об этом говорит, там, заднескамеечник в Государственной Думе. Другое дело, когда говорит лидер, так сказать, партии «Единая Россия», фракция «Единая Россия» в Госдуме Васильев. Это разные вещи. Я думаю, что вероятность того, о чем вы говорите, так сказать, принятия возвращения смертной казни, отмены моратории, точнее, на смертную казнь, это крайне вероятно. Ну, и то, что на сегодняшний момент происходит определенный очередной патриотический угар, сплочение вокруг Путина, я не смотрел последний рейтинг, но я не сомневаюсь, что уже там за 90% сейчас будет поддержка Путина, по крайней мере, зафиксирована. Так что, то, что идет отвлечение внимания, сбивание фокуса, отвлечение внимания от Украины, и Россия предстает не как террорист, а как жертва терроризма, это еще одна выгода серьезная. То есть, на самом деле, здесь, ну вот, если искать, кому выгодно, то выгодно, безусловно, Путину. Что касается массы несостыковок, о которых вы говорите, то перечень несостыковок, оно огромное. И, в общем, понятно, что парикмахеры и дворники, которых задержали таджики, так сказать, ну, явно они не могли спланировать такой теракт, и в течение 15 минут убить полтораста человек, поджечь огромное здание, ну, в общем, ясно, что здесь... Ну, и плюс еще удивительная, просто улиточая, черепашья медлительность российских спецслужб, которые приехали через час после того, как террористы уехали, ну, это, в общем, отдельная история. То есть, ну, такое количество несостыковок, безусловно, указывает на то, что здесь какая-то другая сила была задействована. Как вы считаете? Ну, я думаю, что была, и, может быть, мы еще все-таки по крохам какую-то информацию соберем. То, что касается смертной казни, то тут показательные очень телеграмм-каналы, секции в телеграм-канале Дмитрия Медведева, который давно, в общем-то, скулит по отсутствующей смертной казни, которая мешает бороться с врагами внутренними и внешними. То, что вы указали абсолютно справедливо, то, что Россия как бы представляется вот сегодня, да, из-за этого теракта жертвой, а не агрессором. Агрессором – это очень важный момент, особенно если на этом фоне, хотя, в общем, это не обязательно связанное с терактом событие. Песков и войну уже назвал войной, наконец, первый раз, что все отметили. И, тем не менее, сделано уже открыто, да, объявление о том, что будет, значит, новый набор 100 тысяч человек. В новую, как бы, дополнительную армию, да, там будут формироваться три армии и что-то в этом роде, да, для участия вот в этой уже, теперь уже открыто объявленной войне. Поэтому, конечно, на фоне вот этого теракта, или наоборот, теракт произошел на фоне целого ряда других событий, событий, но вопрос, который затрагивало российское руководство, давайте мы тоже затронем, понятно, что это не может быть, не мог быть, не может быть терактом украинских спецслужб, по крайней мере, потому что цели, цели, объекты нападения были бы тогда другие, другие, например, Останкино, да, и так что украинцы к этому теракту не имеют отношения, все разговоры про какие-то там окна, которые открывались для уходящих террористов, это тоже, как бы, детский сад, да, но кто именно стоял за этим терактом, может быть, нам станет чуть яснее, когда у нас будет, как бы, полный список участников, если он у нас появится, да, если выяснится, что это не 4 человека, а 14, да, если выяснится, что там не только, не знаю, азиатские фамилии именно, но и славянские, да, вот по каким-то таким дополнительным нюансам, если они у нас появятся, мы начнем что-то большее понимать. Спасибо, Игорь Георгиевич. Скажите, пожалуйста, вот то, что произошло, безусловно, является определенной вехой, и мы все понимаем, что, скажем, каждый раз, вы совершенно точно углубились в историю, когда каждый раз после подобного рода терактов происходило что-то, не касающееся терактов, происходили какие-то решения, в частности, после взрывов домов в сентябре 99-го года, так сказать, Путин очень стремительно пошел на выборы, и это послужило, ну, в значительной степени, свои, там, 50 с небольшим процентов, он в том числе получил, то есть то, что он в первом туре победил, первые выборы свои президентские, безусловно, это в том числе заслуга, в кавычках, этой серии взрывов домов. Ну, как раз это то, по поводу чего вы написали книжку вместе со своим совавтором, ФСБ «Взывает Россию». Эту тему вы, безусловно, здесь вам, конечно, и карты в руки, ваш анализ, он очень важен. После того, как произошел теракт в Беслане, Путин отменил выборы губернаторов. То есть каждый раз Путин это использует для дальнейшего какого-то сворачивания демократии, для дальнейшего отмена каких-то прав человека, для ужесточения режима. Как вы считаете, как скажется, что произойдет в результате вот этого теракта? Будет ли подобного рода реакция? И будет ли какая-то трансформация путинского режима после этого теракта? Ну, один главный момент, я думаю, мы уже указали, это введение смертной казни или возвращение, отмена моратория на смертную казнь, что, конечно, несколько, может быть, и рискованно, потому что, ну, это как вот просто подписаться под заявлением о том, что теракт организовывали мы. Потому что сейчас уже все-таки отношение у всех у нас, к российскому руководству настолько скептическое, не доверчивое, что если будет возвращена смертная казнь, то всем будет понятно, что теракт организовывался ради этого. То есть это слишком, может быть, грубо было бы так уж сходу ее возвращать, но поскольку, в общем-то, в последнее время особенно не камуфлируют свои намерения, да, мы же это видим, допустим, по тому, что происходило после 7 октября, после теракта Хамаса в Израиле, когда российское руководство, собственно, после этого начало абсолютно открытое сотрудничество со всеми террористическими организациями. Оно, может быть, и раньше это сотрудничество было, да, это другое дело, и тут у нас иллюзий никаких нет, и спецслужбы с советских времен еще, да, подпитывали и отстраивали, да, и воспитывали кадры для исламских террористических организаций во всем мире. Но после 7 октября это, в общем-то, делалось абсолютно открыто и цинично, да, и визиты иранскому руководству в Москву, и делегации Хамаса, и Хазбулы в Москву, и недавний слет, который только что проводился в Москве, палестинских экстремистских организаций. Поэтому, действительно, сейчас уже, как бы, это все демонстрируется так цинично и открыто. Поэтому нас, наверное, ничего не удивит, да, и, как бы, такой вот неприкрытый возврат смертной казни нас тоже не удивит. Сказав все это, смертная казнь, возврат смертной казни – это вещи, обоюдоострые для режима. Потому что, будем откровенны, у истории госбезопасности советской, она кровавая, но она кровавая еще и в том смысле, что время от времени, когда инициативу перехватывала партия у госбезопасности, да, начинался отстрел руководства госбезопасности. И до 1956 года партия вполне, как бы, жестко, да, расстреливала высшее руководство НКВД, там, и в 1956 году, подчеркиваю, только расстрелы прекратились. Поэтому возвращать смертную казнь в России небезопасно для российского руководства в том числе. Посмотрим, пойдут ли они на этот шаг. Скажите, могут ли, с вашей точки зрения, произойти какие-то сдвиги в руководстве страны? Ну, в частности, тут, я еще раз говорю, я сейчас не высказываю свою точку зрения, мне важно услышать вас, и, в общем, я, как бы, хотел бы как раз вашу точку зрения услышать, даже по поводу тех гипотез, с которыми я не согласен. В частности, высказывается гипотеза о том, что в результате этого произойдут какие-то изменения в руководстве страны. Как вы думаете, это произойдет или это... Ну, в руководстве страны на второстепенном уровне изменения могут, конечно, произойти, да, ну, я не знаю, например, могут снять Бортникова и поставить вместо него кого-то другого. Но это, наверное, не те изменения, про которые мы говорим. Единственное изменение, которое нас всерьез волнует, это сам Путин, да, поскольку он уже у власти очень долго, вот только что переизбрал себя еще на следующие шесть лет, и мы каждый раз с нетерпением ждем, появятся ли в Российской Федерации какие-то силы, которые, ну, захотят его убрать и кем-то заменить. Да, у меня, конечно, впечатление, что этого не произойдет, потому что исторический опыт попыток переворота, который организовывала госбезопасность, или который организовывалась по линии госбезопасности, а их было довольно много, показывает, что через такого рода переворот власть захватить или перехватить в России нельзя. И, собственно, последние все эти перевороты были на наших глазах. Это август 91-го года, неудачный переворот Крючкова, попытка снятия Ельцина через, как бы там, не знаю, восстание Белого дома, октябрь 93-го года, неудачная попытка переворота. Март 96-го года, это попытка Крючкова отменить выборы, и через это, как бы, перехватить власть у Ельцина закончилась неудачей. А вот такой, в общем-то, закамуфлированный переворот через манипуляцию российской конституции в 2020 году, когда Ельцин 31 декабря ушел в отставку преждевременно, чтобы расчистить таким образом дорогу. Вы имеете в виду в 2000-м году? Извините, в 2000-м, я что-то другое назвал, я, наверное... Вы сказали 20-м, ну, неважно, все поняли. Конечно. Вот эта манипуляция конституции, она сработала. И вот таким образом Путин стал президентом, и как мы увидели на вечные времена. Поэтому для того, чтобы снять Путина конституционным путем, нужно поставить претендента на должность, на место премьер-министра. И если это вдруг произойдет, то тогда это будет для нас указание на то, что Путина собираются снимать. Ну, опять же, утрируя и упрощая наш разговор, если завтра премьер-министром сделают Патрушева, это будет указанием на то, что Путина планируют снять или добиться его отставки, и будут менять его на Патрушева. Примерно так. Но получается поэтому, что от Путина избавиться довольно сложно, даже если предположить, что есть какое-то количество людей во властных структурах, в том же ФСБ, которые хотели бы от него избавиться. Потому что конституционным путем получается это сделать очень сложно, а никаких инструментов снятия президента российская система не предусматривает. Потому что есть как бы теоретический пункт об импичменте через Госдуму, но это непроверенная ситуация, и никто не сказал, что президент вообще-то обязан уйти, если Дума объявляет его импичментом. Проще Думу распустить. Поэтому снять Путина, получается, нельзя. Он может только либо умереть, либо добровольно уйти в отставку, или недобровольно уйти в отставку. И не похоже, что это нас ожидает. Я думаю, что этот лотерийный билет мы не вытянем. Спасибо. Надо сказать, что даже те предположения, которые вы сделали, в частности, снятие Бортникова, они, мне кажется, настолько радикальны, настолько они не... Ну, опять, это мое мнение, потому что Путин пока демонстрирует то, что все провалы спецслужб, они кончаются награждением. Помните, что после теракта в Беслане он наградил званием героев всех людей, которые допустили вот этот вот провал. То есть он как бы там... Он верных держит, за провал он награждает, как правило. Ну, абсолютно я с вами тут согласен. Есть, опять же, совсем другой пример. Ведь после сентябрьских терактов 99-го года, ну, как минимум, можно было ожидать снятия Патрушева с должности директора ФСБ. И хотя бы после рязанского эпизода уж во всех случаях можно было снять, ожидать снятия Патрушева с должности директора ФСБ. А этого, как мы знаем, не произошло. Поэтому, да, ну, как бы провалы или срывы, да, они не приводят к снятию чиновника, да, с той или другой должности. Единственное, что приводит, это нелояльность. Вот за нелояльность, безусловно, снимают в ту же минуту. Ну да, ну, вы же сами в своей книге писали, что Патрушев был один из самых главных организаторов терактов, и поэтому его логичнее, поскольку это явно было согласовано с Путиным, то явно, так сказать, это был успех, за который надо было награждать, уж точно не снимать. Ну, безусловно, и мы видим, что Патрушев до сих пор занимает вполне серьезные позиции, и, по мнению очень многих, является вторым человеком в стране, и, наверное, так и есть, потому что ведь со слов Путина мы знаем, кто принимал решение о вторжении в Украину в 2014 году, и кто принимал решение о вторжении в Украину в 2022 году. Решение принимали одни и те же пять человек, из которых двое были техническими. Путин, Патрушев, Бортников, Герасимов и Шойгу. Поэтому, ну, Герасимов и Шойгу – это как бы военный блок, они исполнители. На политическое решение принимали три руководителя госбезопасности – Путин, Патрушев и Бортников. И это, собственно, тот триумвират, который реально управляет страной. Ну, есть еще такой, как бы, не то что тайный, не то что секретный, а есть еще коллегия ФСБ, это официальный орган, который существует, которое там, своеобразное политбюро госбезопасности, которое существует с 2018 года, его еще Дзержинский создал, этот орган. Но мы практически не знаем ничего о том, что происходит в стенах вот этого учреждения. Но это те люди, которые управляют Россией. Это не кабинет министров, да, это не парламент, это не Совет Безопасности даже, хотя туда как бы входят и Патрушков как руководители, и Медведев как заместитель. Это, на самом деле, триумвират из руководителей госбезопасности. То есть, вы считаете, что здесь мы имеем дело с коллективным руководством? Ну, знаете, оно коллективное, но в каком-то плане, как в советские годы. Считалось, что в Советском Союзе было коллективное руководство в лице Политбюро. И в чём-то оно, конечно, было коллективное, и время от времени генсеков снимали. Но чем дольше генеральный секретарь тогда, ну и, соответственно, президент сегодня, находится у власти, тем меньше это руководство становится коллективным. То есть, когда мы говорим «Путин», то, конечно, как бы это коллективный Путин. Это не Путин как диктатор, это не Лукашенко в Беларуси. Это Путин, опирающийся на институт госбезопасности, который, хочу подчеркнуть, существует уже больше ста лет. Он был создан в 1917 году. Единственная структура, пережившая распад Советского Союза, ну, кроме армии. Со слов Олега Калугина, я уверен, что он точную информацию передаёт на эту тему, это самая многочисленная госбезопасность в мире, с самым большим бюджетом в мире. То есть, мы имеем дело с очень серьёзным учреждением. Вот это учреждение в 2000 году поставило Путина как президента. И помните то известное выступление Путина 20 декабря 1999 года, которое случайно кто-то записал на какой-то там, каким-то фотоаппаратиком, поэтому оно и качество было плохого, что, мол, вот группа офицеров госбезопасности, поставленная вами, да, руководить государством на первом этапе... Под прикрытием правительства России. Да, под прикрытием правительства на первом этапе со своими задачами справляется. Это ровно так и было. Но понятно, что когда человек у власти стоит уже 24 года, то он и систему под себя подстраивает как-то, да, и уже становится не равным среди равных, а первым среди равных, и самым первым среди равных. И, конечно, Путин сегодня – это не Путин 2000 года. И, конечно, это понятно всем тем людям, которые вокруг него, потому что, как мы только что обсудили, единственное, за что наказывают – это за нелояльность. Тут, конечно, нельзя не вспомнить про эпизод с Прибожным. Нельзя не вспомнить, потому что он настолько как бы выделяется, да, из всего того, что происходило в последние годы в Российской Федерации, что он вроде требует какого-то дополнительного объяснения, чем просто необъяснимые акции непонятного человека. И у меня как бы есть своё объяснение. Я его не то, что не навязываю, я подозреваю, что могут быть ещё какие-то сценарии, да, но у меня сценарий возникает примерно следующий. Ну, понимаете, человек, который провёл несколько лет в колонии, да, в заключении, вышел, открыл удачный бизнес, прибыльный, но не просто бизнес, а бизнес, где кормились все руководители всех государств, от президента России до президента Соединённых Штатов. Ну, понимаете, нужно быть безумно как бы наивным, человеком, я таковым себя не считаю, чтобы предположить, что этот человек мог быть подпущен и к Путину, и ко всем остальным, не являясь агентурой госбезопасности. Ну, это просто невозможная вещь, да, вот это просто невозможно, да. Ну, я же не говорю о том, что все эти рестораны, его были там нафаршированы прослушивающие аппаратуры и подслушивали все разговоры, я даже это не обсуждаю, да. Но вот нельзя просто предположить, что человек, не завербованный госбезопасностью, наливает вино в бокал Путину или Бушу. Это, подчёркиваю, невозможно, да, просто невозможно. И нельзя предположить, что в государстве, которое называется Российская Федерация, вдруг возникает частная военная структура. Ну, не говоря же о том, что нужно иметь некое чувство юмора, чтобы назвать её ЧВК, потому что ЧВК – это на самом деле ВЧК, просто с буквами в другом порядке, да. Поэтому совершенно понятно, что способный и талантливый, и тут этого не отнимешь, агент ФСБ Пригожин, может быть, сам придумал создать эту самую ЧВК, может быть, ему кто-то это подсказал, да, создаёт ещё одну структуру под ФСБ, это структура ФСБ. Вот это тоже надо понимать, да, что это не частная военная структура, которая непонятно кому принадлежит, бывшему уголовнику Пригожину, да, а это структура ФСБ, которая очень удачно в этом плане создана, так называемые параллельные структуры, они существовали и в Советском Союзе тоже, у КГБ были параллельные структуры, которые шуровали за границей, зарабатывали деньги, которые шли в обход всех бюджетов, да, не учитывали. И, собственно, то же самое, чем занималось ЧВК в Африке, например, да. И в какой-то момент, и это как раз к разговору про Путина как коллективного и индивидуального Путина, да, в какой-то момент Путин испугался как бы силы и независимости либо ФСБ плюс ЧВК, либо что-то его смутило в ЧВК, и он решил забрать ЧВК в ФСБ, в общем-то, да, то есть вроде бы ведомственная разборка, то есть перевести, с чего все началось? С того, что Путин приказал к 1 июля перевести ЧВК под Министерство обороны. Вот с этого начался так называемый конфликт между Пригожиным и Шойгу. Это не был конфликт между Пригожиным и Шойгой, это был конфликт между ФСБ, у которого хотели забрать параллельную структуру, да, ну и, соответственно, человеком Путина Шойгу, потому что Шойгу, конечно же, человек Путина, да. Вот, собственно, и все. И вот этот поход на Москву, несостоявшийся и, может быть, и не планировавшийся, да, это на самом деле попытка ФСБ, тем не менее, удержать под собою ЧВК. То, что Пригожина принесли в жертву, ну, нас не должно удивлять, что бывшего уголовника приносят в жертву, да, при проведении некой операции. Пригожин, как бы, ну, я думаю, много жизней прожил в этом плане, да, у него много раз была, как бы, возможность быть убитым, и он тем не менее, как в той сказке, да, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, он долго продержался, дольше, чем можно было бы ожидать. Вот, собственно, то, что, мне кажется, да, произошло 24 июня. То есть Путин адекватно отреагировал. Надо сказать, что как только пришло сообщение о том, что Уткин там собирается идти на Москву, он вместе с Медведем тут же покинул Москву. Что интересно, потому что на Москву они еще не шли, до Москвы им было далеко, но Путин очень хорошо понимал, что это не Уткин с этим самым Пригожным, да, ему собирается там, не дай бог, угрожать, что это заговор. А поскольку у нас всего три структуры есть, которые, ну, имеют физическую возможность совершить заговор в Российской Федерации, это ФСБ, армия и Росгвардия, да, то я думаю, что Путину было понятно, что этот заговор происходит. Еще ФСО стоит добавить, потому что эта структура достаточно мощная. Ну, ФСО – это в ФСБ, я просто… Ну, да, ну, все-таки. Федеральный служит охрана, я понимаю, да, у нее действительно независимость. Она очень автономна, да. Да, я согласен, да, я согласен, ну, это как бы, да. И когда уже, типа, заговор закончился, ну, то, что там никого не наказали, ну, кроме Пригожина, интересный момент, то, что Путин всех благодарил за помощь, оказанную во время заговора, при том, что помощь ему не оказал никто, это тоже интересный момент, да. Да, ну, интересно было, как всегда, Медведев, поскольку он позволяет себе из-за близости с Путиным большую свободу словом, как бы, чем всем остальным гражданам. Он сказал в интервью, да, там, он тут же дал интервью, он сказал, что это была попытка захвата власти, да. Вот теперь мы просто должны определить, с чьей стороны, да. Ну, понятно, что не с стороны Уткина, понятно, что не с стороны Пригожина, да. Ну, вот у нас, опять же, немножко упрощается задача, да. Мы должны понять, с чьей стороны это была попытка захвата власти. Мы до конца не знаем, может, и никогда не узнаем ответ на этот вопрос. Мы не знаем, о чем через Лукашенко разговаривал тогда Патрушев с Путиным, и о чем они договорились. Ну, о чем-то они договорились, и Путин вернулся в Москву, и все осталось на своих местах, и все как-то забыли про ЧВК, и даже не очень понимают, так, есть эта структура, нет этой структуры коммуна. Вроде бы, вроде бы в Министерство обороны она не ушла, вроде бы вместо, как бы, Пригожина, там, по каким-то слухам чуть ли не его сына поставили, да. Ну, вроде бы вот все осталось на своих местах. По крайней мере, похоже, что Патрушев ЧВК не отдал, да. А так ли это, ну, узнаем через какое-то время. Да, очень интересно. Я с огромным трудом удерживался от того, чтобы не вступить с вами в дискуссию, поскольку это отдельная тема. Вот, я-то просто видел, как, когда Путин приходил к власти, ФСБ находилось в состоянии упадка, и, в общем-то, МВД на тот момент Рушайло был явно сильнее, влиятельнее, мощнее, и поэтому потребовались усилия для того, чтобы уничтожить Рушайло. Вот, я просто видел, как это происходит. Это было на моих глазах, и с информационной обслугой, с одной стороны Рушайло, а с другой стороны ФСБ, пришлось иметь дело. И, в общем-то, я видел, как с приходом Путина к власти усиленно, так сказать, понижали МВД, разрушая его, ставя ее в подчиненное положение, и возвышали ФСБ. Так что, вот, в момент Путина, прихода к власти, это был как раз момент, когда ФСБ было, в общем-то, не самой влиятельной силой в России. Вот, и, конечно, с моей точки зрения, после Сталина было коллективное руководство, и многочисленных, просто хорошо известных стенограммы, политбюрок, где Брежнев оказывался в меньшинстве постоянно. Это просто по факту. Так что, конечно, никакого персоналистского руководства там не было. И то, что Путин своим приходом возродил персоналистское руководство, никакого коллективного руководства, конечно, с моей точки зрения, не было. Вот, и, кстати говоря, вы помните, ну, наверняка вы знаете, я знаю, насколько вы внимательный человек, вы помните то самое историческое заседание Совета безопасности, накануне вторжения, да, когда именно Патрушев единственный выступил против немедленного принятия решения о признании, ну, фактически, того решения, которое предваряло вторжение. То есть, о том, чтобы признавать вот эти две бандитские формирования. Именно Патрушев сказал, что давайте сначала поговорим с американцем. Вот, то есть, он как бы пытался это отсрочить. Так что здесь все сложнее. Но, тем не менее, безумно интересны ваши гипотезы. Они, мне кажется, заслуживают отдельного обсуждения. Как вы считаете? Ну, смотрите, коллективное руководство Брежневских и Флюен, собственно, мы же с этого начали, да, что коллективное, как бы, руководство, да, что просто генсек, он есть генсек, но коллективное руководство было. То, что решение о вторжении в Украину в 14-м, 22-м году принимали Путин по отружу Борников, мы знаем со слов Путина, да, это сказано в документальных фильмах, которые он делал про себя, да, и в первом, и во втором случае. Ну, опять же, может быть, он приписывал коллективное решение в ситуации, когда оно было не коллективным. Это теоретически возможно, чтобы ответственность была нет только на нём, да. Но поскольку, как мы знаем, Патрушева не сняли, Бортникова не сняли, то по нашей, вроде бы, с вами логике, если они лояльны Путину, то их не за что снимать, да. Вообще, нужно обратить внимание, что, ну, для любого режима, вовлечённого в какие-то нетипичные, да, нетипичные действия, типа начала войны в Европе, у нас поразительно в Российской Федерации низкий уровень перебежчиков, да, людей, уходящих в отставку в знак протеста, открыто и, как бы, закамуфлированно, да, в конце концов, ведь в отставку не обязательно уходить, хлопает дверь, можно сослаться на плохое здоровье, на семейные обстоятельства, да. У нас, по-моему, за всё это время, со времён вторжения в Украину 22-го года, кажется, один российский дипломат, да, в Швейцарии, перешедший на положение невозвращенцев в знак протеста, и практически нет ни отставок реально, да, государственных чиновников, ну, несколько есть, несколько есть, но я бы не считал, что они очень такие и очевидные, и громкие, поэтому, что говорит о том, что кадровый состав, да, ну, я всегда, в принципе, считал, что отдел кадров в госбезопасности работает восхитительно, и людей они подбирают, как бы, очень, очень грамотные, очень правильно для службы в этой структуре, но что говорит о том, что этот, как бы, вот этот, там, кадровый состав, да, российского руководства в широком плане, он, ну, очень грамотно, как бы, подбирался, да, и действительно Путин подобрал в свое окружение людей, которые абсолютно с ним солидарны, я думаю, что вполне искренне солидарны, кстати говоря, да, по всем основным пунктам, и это та причина, по которой мы, ну, я думаю, не увидим такого очевидного вот недовольства людей из окружения Путина, хотя всем понятно, это не секрет, я думаю, ни для кого не секрет, что война развивается совсем не по тому плану, который предполагался, да, и, в общем-то, все пошло наперекос, но это не приводит к недовольству, это не приводит к попытке самого российского режима, ну, как-то реформироваться, да, хотя бы через смену главы государства, который предемонстрировал, в общем-то, всему миру, ну, но и руководителям, да, самой России, в широком смысле слова, свою неспособность, да, адекватно оценивать ситуацию, потому что, конечно, когда вы рассчитываете на принятие капитуляции Украины, там, в течение недели, а вместо этого втягиваете страну в, ну, на данный момент уже двухлетнюю с плюс войну, да, когда с двух сторон погибли, по крайней мере, я думаю, полмиллиона человек, это серьезный просчет, и это просчет, ну, достойный того, чтобы тебя сняли с поста руководителя государства, причем, подчеркиваю, как бы свои же, да, я ни в коем случае не предполагаю, что в ответ на это там возродится и поднимется какая-нибудь оппозиция, которая вот сменит режим в стране, но не происходит даже этого, да, поэтому контроль, ну, и опять же, я считаю, что это коллективный контроль ФСБ, я думаю, что этот контроль в цепи настолько жесткий, что обеспечивает прочность режима, и Путин не случайно уже еще до войны, да, заявил о том, что он планирует быть президентом до 36-го года. И как я писал в книжке, ну, которая уже, там, с тех пор несколько изданий было, но первое ее издание было в 21-м году, еще до войны, и я писал, что Путин создал абсолютно стабильный режим, и он останется президентом до 36-го года, если он не начнет большую войну. Вот большую войну он начал, да, и я, конечно, считаю, что с этой большой войной Путин уйдет, и никакого 36-го года у него, конечно, не будет в резюме записано, но это все нам может обойтись, уже обходится дорого, да, уже дорого обходится, а может обойтись еще дороже. Юрий Георгиевич, спасибо Вам огромное, очень-очень много интересных вещей Вы сказали, и я очень надеюсь на продолжение наших бесед. Спасибо Вам, буду очень рад, конечно. Да, и вот в целом по поводу Ваших книг тоже есть масса, масса очень интересного в них, которую стоило бы обсудить, если Вы не против, хорошо? Не против. Дорогие друзья, с нами был Юрий Георгиевич Фельстинский, историк, аналитик, и очень-очень умный, очень прозорливый человек. Спасибо Вам, Юрий Георгиевич, берегите себя. Всего Вам доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok